Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня мы поговорим об эффекте Оберта, который некоторые называют даже парадоксом Оберта. Герман Оберт это один из основоположников ракетостроения и космонавтики и он придумал такой маневр для космических кораблей, который позволяет сильно увеличить их скорость. Но объяснять суть его идеи удобнее на простой модели, когда две ракеты стартуют с вершины горы. Первая ракета как обычно стартует вертикально вверх, а вот вторая ракета сначала падает в пропасть, набирая скорость, в самом низу разворачивается, сжигает весь свой запас топлива, затем разворачивается дальше и летит вверх. И вот оказывается, что вторая ракета взлетит гораздо выше чем первая. Но разве может высота подъема ракеты зависеть от того, в каком именно месте сжигается топливо. И тем не менее, мы продемонстрируем эффект Оберта сначала в опыте, а затем объясним его теоретически. Мы вдохновились конструкцией Игоря Белецкого, который в качестве ракеты использовал пушку, стреляющую тяжелым грузиком. Наша установка еще мощнее. Перерезаю нитку и грузик полетел в одну сторону, а ракета в другую. Мы прикрепили ракету к штанге и в первом запуске она будет стартовать, как обычно, вертикально вверх. Перерезаю нитку и ракета подлетает совсем невысоко, примерно на 10 сантиметров. А во втором запуске ракета будет ускоряться, свободно падая вниз. А там внизу ее ждет острый нож, который перережет пусковую нитку. Приготовились! Пуск! И ракета поднимается на этот раз гораздо выше своего первоначального уровня, примерно на 50 сантиметров. Начнем с ракеты, которая стартует вертикально вверх из состояния покоя. И пусть масса ракеты в три раза больше массы выбрасываемого груза. Тогда по закону сохранения импульса скорость груза будет в три раза больше скорости ракеты. А теперь найдем кинетические энергии ракеты и груза по формуле E равно mv квадрат пополам. Масса груза в три раза меньше массы ракеты, а скорость в три раза больше, поэтому кинетическая энергия груза в три раза больше энергии ракеты. И получается, что ракете досталась лишь одна четверть энергии, исходно запасенной в резинках, а три четверти улетели вместе с грузом. А можно ли сделать так, чтобы ракете досталась вся энергия резинок? Ну для этого и служит ее первоначальный разгон. И нам нужно только подобрать высоту горы так, чтобы в самой нижней точке скорость ракеты в точности равнялась той скорости, которую приобретал груз раньше. Тогда груз останется на месте и упадет на землю. А ракете достанется не четверть энергии, а вся энергия резинок. И поэтому она поднимется на высоту в четыре раза выше. Ну а теперь наш традиционный заключительный вопрос. В наших опытах масса ракеты была в два раза больше массы груза. И тогда, по нашему рассуждению, получается, что она могла взлететь в три раза выше, использовав всю энергию резинок. Но мы же видели, что на самом деле она взлетела в пять раз выше, если не больше. Как это можно объяснить? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе!